Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня на программе «Влияние» телеканал «Импакт» приветствует всех вас, кто настроился на наш телеканал. Сегодня, как всегда, программа «Влияние» приносит интересных гостей, и я верю, что вы будете иметь сегодня с нами интересное время и получите интересную информацию. В нас в гостях сегодня очень интересный гость – Богдан Бондаренко. Здравствуйте, Богдан! Очень рад иметь вас на программе «Влияние». Я хотел бы представить вас. Сегодня у нас в гостях директор миссионерской библейской школы Богдан Бондаренко, который расскажет немножко о себе и о миссионерской школе. Сам родом я с Украины, родился в Киевской области. Последнее время мы жили в Киеве. Когда мне было 15 лет, я уехал учиться во Францию. И там пробыл 5 лет, учился там, жил в семье у одного пастыря. Хотя, когда уехал туда, не знал ни одного слова по-французски. Я думал, что во Франции вообще нет верующих. И вы говорите по-французски, да? Да. Это правда, что там мало верующих. Да, и это правда, что я говорю по-французски. До сих пор каждый день, когда я сам, то обычно я молюсь по-французски. О, отлично. Это мне помогает не забыть язык. Ну и после 5 лет проживания во Франции я закончил там учебу. Я учился на факультете иностранных языков. Изучал французский, английский, немецкий. И затем моя семья решила переехать в Америку. И я просто присоединился к ним. На то время я уже мог говорить по-английски. И мы приехали в город Джексонвилл, штат Флорида. Это там, где я проживаю на сегодняшний день. Очень интересно. Так что вам посчастливилось изучить несколько иностранных языков и учиться в Европе, в Франции. Как вообще вам нравится Франция, Богдан? Франция очень нравится, потому что, во-первых, часть моей жизни там. Во Франции, ну, 5 лет. Во Франции я, можно если так сказать, что я родился в Украине, некоторое время воспитывался, но весь свой сознательный возраст именно я провел во Франции до 20 лет. О, так получается, что у вас фактически французское мышление, не украинское, да, получается? Ну, вот мне однажды задали такой вопрос, кто ты по национальности? Я им ответил так, что родился в Украине, вырос во Франции. Живу в Америке, да. А паспорт американский, поэтому вам самим решать, кто я. Да, да. Ну, и, конечно, Франция мне нравится, и культура, и вообще считаю, очень гостеприимный народ. И я там получил образование, жил в семье, которая очень с любовью заботилась за меня. Быстро пришлось выучить язык, так как у меня не было выбора, у меня не было друзей и родственников во Франции, я мог только общаться по-французски. И какой показатель определяющий, если ты знаешь язык, это тогда, когда ты начинаешь думать. Да. Вот я начал уже думать, пришел момент, начал думать по-французски, и это вот... И даже молиться по-французски, да. Что во Франции я принял водное крещение, там начались мои первые проповеди по-французски, и так продолжалась моя жизнь. Не считаете вы, Богдан, что есть какая в этом цель Господа, что именно Франция, она же такая малохристианская, будем говорить, страна? Да, думаю, что, возможно, в будущем в этом есть Божий промысел. Меня уже приглашали ехать переводчиком на миссию в Гаити, я уже тоже, также работал в Америке переводчиком для, например, в Канаде у нас французский язык есть, ну и в Африке, третья часть Африки или большая половина, то есть, ну, половина тоже по-французски. Так как мое служение-то, я представляю, миссионерский отдел, и я не просто за миссионеров, я делаю все возможное, чтобы эти миссионеры умножались и размножались, и в будущем, конечно, это может пересекаться с французским языком. Ну, сейчас я понимаю, почему вы являетесь директором миссионерской библейской школы, потому что, как бы, вы имеете миссионерское сердце, и это заложилось уже давно в вашей сердце, страсть спасать народы, то есть, не просто спасать, как бы, скажем, свое село или свой город, спасать народы, и это, конечно, вот очень интересно. Богдан, расскажите, пожалуйста, как вы стали, или почему вы являетесь, или что с этим связано директором миссионерской библейской школы, то есть, почему это? Когда мы приехали в Америку в 2000-м году, я очень люблю путешествовать, и, живя во Франции, объехал почти все страны Западной Европы, и, когда приехал в Америку, также много объездил штатов, разных церквей посетил, и сразу быстро заметил, насколько здесь много славянской молодежи, которая или ничем не занята, или мало занята, или многими просто скучно в церкви. И я сам через это прошел в своей жизни, и просто на то время была только одна славянская миссионерская школа во всей Америке. А вы знаете, сколько проживает славян, это же тысячи проживают здесь, в Америке. Если не сказать, что миллионные. Да, да, и просто вот отталкиваясь от того, что здесь очень мало христианского образования среди славянского общества, и что молодежи часто скучают в церкви, вот и появилась такая идея, верю, что она Богом вдохновенна, чтобы создать такую миссионерскую библейскую школу, чтобы привлечь людей к служению, и потом отправлять их на миссионерскую работу. Вы знаете, я абсолютно 100% согласен и верю в то, что нашим людям надо дать качественное образование, качественное обучение. И прежде чем что-то требовать или как бы планировать, нужно научить, это библейский принцип. Поэтому я слышал эти свидетельства много раз и думал себе, что это за школа. Я помню на телеканале «Импакт» и шли такие вот ролики, и там свидетельствовала молодежь, что, говорит, если вы придете сюда, что-то у вас изменится. Вы знаете, молодежи нужно изменение, молодежи нужен Бог, им нужна работа, им нужна цель. Я с этим абсолютно согласен. Богдан, пожалуйста, поделитесь с нами немножечко больше о школе. Расскажите, пожалуйста, о вашей школе. То есть, какова цель, ну мы понимаем, это миссионерская, какова цель вашей школы? Ну, сразу хочу добавить или сказать, что это не моя заслуга. Я бы никогда не смог бы это сделать сам. Все, что есть хорошее во мне, это, во-первых, Бог, во-вторых, это мой отец, который тоже является служителем в церкви в городе Джексонвилл. И церковь «Живой поток», которая также транслируется на телеканале «Импакт». И, конечно же, наша команда, которая помогает мне очень хорошо. И цель этой школы, их есть несколько. Во-первых, это цель школы, все направление это миссионерское. Цель, когда люди приезжают в эту миссионерскую школу, во-первых, это преподать им основные библейские истины, в познании просто Библии. Вторая цель — это создать атмосферу, которая сможет на этих людей влиять, сможет их изменять, которая сможет оставлять след просто на их жизнях, на их судьбах. Третья цель — это просто вдохновить зажечь этих людей для служения, чтобы тогда, когда они поедут к себе домой, в свои поместные церкви, чтобы они могли продолжать и служить благословением для тех церквей, откуда они приезжают. И финальная, конечная цель — это же миссионерство. После окончания, сразу после окончания обучения, мы этих людей отправляем на миссию на разные сроки и в разные места. То есть, буквально говоря другим языком, чтобы молодежь не бездействовала, а обучившись, могла правильно себя реализовать и оказывать влияние. Да, вы правильно подметили мысль, с которой я полностью согласен, что многие едут на миссию первый раз, многие молодые люди едут на миссию с разными церквями, но часто они не имеют представления, не имеют опыта. Конечно, не все, но многие. Поэтому наша задача — это их подготовить и обучить, и сделать так, чтобы их миссия была эффективной, чтобы они добивались результата на миссии. И участвуя в миссионерских поездках на протяжении уже 7 лет, мы просто делимся своими ошибками, своим опытом, чтобы люди не повторяли этих ошибок, и чтобы они это делали, и качественно добиваясь своих целей. Да, это очень правильно. Вы подметили, что для того, чтобы где-то что-то куда-то идти, нужно сначала изучить, куда ты идешь, может быть, даже территорию или сферу, или с чем ты будешь сталкиваться. Это очень полезно не просто пойти на миссию, так называемую, и ничего не делать, или же просто как туристическая поездка, но делать действительно миссию, которая оставляет влияние, которая приносит результаты в конечном итоге. То есть в этом плане. А как ваша школа работает? То есть в какие она вкладывается времена, рамки, семестры? Значит, первая особенность этой школы миссионерской — это то, что это стационарная школа. То есть это она не заочная, не по интернету. И в принципе это сделано специально для того, чтобы люди могли приезжать. Стационарная, то есть это full-time school. Люди приезжают к нам с разных штатов, с разных церквей, и они живут на Флориде на протяжении 5 месяцев. Эта школа длится на почти полгода, можно так сказать. И они full-time, полное время обучаются. И сроки этой школы, она каждый год проходит зимой, начинается в зимний период с января месяца и до конца мая. Как раз на Флориде в это время прекрасная погода, ни холодная, ни жаркая. Это очень уникально. И это еще способствует и помогает этой хорошей обстановке. Каждый год с января по май месяц стационарное обучение. То есть другими словами, когда во всех туго, когда слоу, как говорят в бизнесах, надо все на это время замораживать, идти в миссионерскую школу, приготовить себя для служения. Это очень уникально. Богдан, вы могли бы нам рассказать, кто ее начал, как она началась, где она родилась, эта школа? Родилась она, ну, начало было в Джексонвилле, штат Флорида. И, как я уже сказал, то есть просто наблюдая за тем, что много молодежи, они часто для них христианская жизнь, церковная жизнь скучная, неинтересная. И просто хотелось этим способом как бы показать молодежи, что для Бога жить интересно, что жить для Бога это не скучно, это не нудно, но наоборот это классно, это здорово. И просто показать молодежи эту сторону, дать им возможность попробовать побыть в этой атмосфере, где, когда они приезжают к нам в стационарную школу, у нас программа загружена специально, что они не могут работать, не могут подрабатывать. Они полностью отрываются от этой суеты, от всяких билов, от всяких проблем. Они все оставляют и приезжают, и полностью концентрируют, и отдают себя учебе. И они пребывают в служении, в изучении Слова Божия. Ну и, конечно же, учителя оставляют большой отпечаток во всей этой программе. То есть буквально вы забираете студента к себе, на это время отделяете его от всей суеты, которую он имел, и как бы меняете полностью его мышление, давая ему такую квалифицированную пищу. Хочу добавить, что это еще общий успех, так как в нашей школе библейской учатся не просто представители Флориды или одной церкви, а приблизительно приезжают представители около 50 церквей, ну, в год приблизительно. Это люди с разных штатов, даже с Аляски, которая очень далеко от Флориды, прилетают к нам студенты. То есть разные церкви, разные семьи, разные города. И когда оттуда получается хороший результат и плод, то это общий успех. Потому что это все родители, все служители, все церкви этому радуются. А кто студенты ваши? То есть это в основном молодежь? Могут ли быть студенты женатые люди? Хороший вопрос. Или более старые, взрослые люди? Значит, в основном, в общем, больше половины – это, конечно, молодежь. Средний возраст нашей школы – это приблизительно 21-22 года. Но в этом году, например, у нас учатся люди, которым 62 года, 44 года. Которые душой молодые, да? То есть не соглашаются стареть. Да, 34 года, 30 лет. Ну и меньше, конечно. И, конечно, у нас почти каждый год приезжают люди, которые семейные, муж с женой, которые также участвуют, учатся. То есть двери открыты для всех. Но больше половины – это, конечно, молодежь. Редактор субтитров А.Семкин